Слушайте, ну эти выходные стали из разряда что-то с чем-то. Больше всего, конечно, я угорал с наших пропагандистов, которые, ну да, мы сейчас говорим об аресте Павла Дурова во Франции, который произошел в субботу, о его задержании, о предъявленных ему обвинениях. Но поразило больше всего, как отреагировали российские пропагандисты. Там, по-моему, кто только не отметился. И Захарова, и Мизулина, и депутаты из Государственной Думы, и Клишас, и многие-многие другие. Не знаю, там пропагандисты отмечались, не отмечались, но даже певец-шаман выступил с какими-то бреднями. Паш, родной, свободно и легко дышится только в России. Да-да, я не сомневаюсь. Вообще, конечно, надо напомнить, это те самые пропагандисты, которые в 2018 году точно так же пытались блокировать Телеграм только в России. Это те самые пропагандисты. И даже, да, было объявлено, что Телеграм заблокирован, якобы, несмотря на то, что он по-прежнему продолжал работать. Это те самые пропагандисты, которые клеймили того Дурова, на чем свет стоял. Как только его не называли, вот теперь он оказывается русский гений. Вот русский гений, которого надо срочно спасать и вытаскивать из тюрьмы. Достали даже вот этого вот пыльного, из пыльного сундука этого Жириновского, который лет сто назад, дабы пропиариться, вот как шаман, понес тоже какую-то пургу про этого Дурова. Ты молодец, ты практически наш русский цукерберг. Сколько времени надо еще шляться по заграницам, бегать по чужим углам. И да, напомню, это те же самые пропагандисты, которые месяц назад начали замедлять Ютуб, которые периодически отправляют в Роскомнадзор, как сегодня можно говорить, месседжи, такие посылы. Вот это надо заблокировать, вот это надо заблокировать. И было, конечно, смешно, что вот эти самые пропагандисты сидят и верещат о какой-то свободе слова. Вы посмотрите, в демократической Франции свободу слова зажимают. Ну, я думаю, все посмеялись, все от души похохотали. Ну, в общем, на этой оптимистичной ноте и закончим пропагандистов поминать добрым словом. Реальная журналистика. Сегодня говорим о Дурове. Ну и да, о свободе слова. Погнали! Вообще, конечно, я не хочу здесь распинаться, как многие мои коллеги, как те же самые пропагандисты. Что-то там сидеть, возбухать. Ах, свободу слова зажимают и бла-бла-бла. Потому что, ну, ребят, давайте будем честными, справедливыми и объективными. Произошло это не вчера. Вернее, началось это не вчера. Вернее, не в субботу, когда того Дурова задержали. Если говорить о свободе слова, то надо понимать, что есть две разные свободы слова. Есть свобода слова, которая была, которую мы помним, там, в старые, добрые, в 90-е, в начале 2000-х. Когда всю свободу слова, собственно, представляли телевидение, радио, газеты, журналы, книги, да, какие-то публичные трибуны. Вот и вся свобода слова. Вот. Есть свобода слова сегодняшняя, да. Мы живем в век информационных технологий. Сегодня появился еще и интернет. Есть такая штука, которая очень активно развивается, которая идет вперед семимильными шагами. Появляются соцсети, да каждый день новые. Вот. И, конечно, это две разные свободы слова. Поэтому, когда мы говорим, а вот, вот свободу слова зажимают, о чем мы говорим? Причем с того, что в старые, добрые 90-е, там даже в начале нулевых, еще при Путине первого разлива, когда он пытался быть демократом, ну, если говорить о России, да, свободы слова тоже как таковой не было. Потому что все вот эти вот СМИ традиционные, повторюсь, телевидение, радио, газеты, журналы, они всегда контролировались либо напрямую государством политиками, либо какими-то олигархами, которые, в общем, тоже имели отношение к политике, либо какими-то ставленниками от бизнеса. Но, тем не менее, эти ставленники от бизнеса все равно преследовали чьи-то интересы, работали в чьих-то интересах. Я как телевизионщик со стажем вам скажу, не было и тогда не было свободы слова. Сегодня, да, мы вошли в век высоких технологий, много говорили, что мир будет меняться. И рано или поздно это должно было произойти, потому что оставлять вот так вот бесконтрольный интернет, ну, никто никогда бы не стал, неважно где. Это происходит в России, или во Франции, или в Соединенных Штатах Америки, или в Германии, или еще бог знает где. Все политики, государства, я специально говорю не государство, а государства по всему миру, они хотят монополии на информацию, потому что информация это очень важно, информация это оружие. Оружие, особенно в так называемых демократических странах, с помощью которого можно снести любой режим. Поэтому вся эта зачистка информационного пространства, она началась не вчера. Давайте вернемся там на полтора десятилетия назад, вспомним историю Джулиана Ассанжа, основателя Викиликса, почему-то об этом никто предпочитает не вспоминать. А ведь чувак пострадал примерно за то же самое, за что пострадал сегодня и дура. Он тоже был идейным. Он тоже считал, что информацию вскрывать от граждан это неправильно, какая бы она ни была. Ну, не может быть на информации грифа секретно. Люди должны знать, что происходит в этом, был уверен Ассанж, за что, собственно, был бит. В переносном смысле этого слова, конечно, но его начали преследовать, причем начали преследовать правительства разных стран. Да, он подавался в бега, он успел посидеть в тюрьме полтора десятилетия, из которой он вышел и вернулся на родину. Вот, по-моему, месяц-два-три назад что-то в этом роде он смог вернуться на родину в Австралии. От него, в общем, и в целом многие отстали, да, отвязались, но по-прежнему где-то там. Он до сих пор находится в розыске, по-моему, в Соединенных Штатах Америки, еще где-то. Это ли не ограничение свободы слова? Вот это ли не цензура история того Джулиана Ассанжа? Почему-то никто об этом сегодня не говорит. Мы живем по принципу, да, это было давно и неправда. Да, раз мы не помним, полтора десятилетия прошло. Че, кто такой Ассанж? Он уже вышел-то весь старый, вот его показывали там по телевизору. Был молодым парнем еще. А уже весь такой постаревший, уставший. Ну, понятно, поживи такой жизнью, какой он жил. Да? Хорошо. А давайте оставим Ассанжа в стороне. Давайте вернемся к нам сюда поближе в начало 20-х годов. Когда на улицах бушевала вот эта вот эпидемия модной болезни, так называемая. Вспомните, что тогда происходило. Крупные площадки, медийные площадки, такие как YouTube, такие как TikTok и так далее. Что они делали? Они удаляли любую информацию. Там видеоролики. И там даже целые каналы сносили любую информацию, которая шла вразрез с официальной позиции такой организации, как Всемирная Организация Здравоохранения или ВООЗ. По сути, это не правительство, а организация. Организация это частная лавочка. Общественная структура, имеющая статус международный, но это частая лавочка. И это было вот в 20-е годы. Я помню, как у меня два канала на TikTok снесли. Я создал один, там почти 100 тысяч подписчиков набрал. Его снесли к чертовой матери, потому что информация, которую я там давал по пандемии, модной болезни, она шла вразрез с официальной позиции ВООЗ. У меня один раз этот канал снесли, я на зло врагам создал другой. Но меня снесли и второй канал. И больше я в этот TikTok не нагой. Примерно то же самое было в YouTube. Правда, несколько помягче, но тоже было. У меня один материал был удален за то же самое. За то, что моя позиция шла вразрез с официальной позиции ВООЗ. И второй раз мне страйк прилетел. Я перестал вообще касаться этой темы, опасаясь, что канал могут заблокировать. Это ли не цензура? Это ли не ограничение свободы слова? Но мы ведь тоже об этом не говорим. А нам и что? А нам и нормально. Мы же русские люди. Ну, коль скоро вспомнили YouTube тогда же, годом раньше. Вспомните, что появилась в эфире вот эта вот прекрасная женщина с Юзаном Вайджитским. На тот момент генеральный директор YouTube с заявлением, которое буквально потрясло мир. И сказала она в этом заявлении практически следующее. Что мы YouTube, да, мы объявляем о том, что мы готовы сотрудничать с правительствами любых стран, в которых наша площадка представлена. Мы готовы работать в рамках закона этих стран. Мы готовы на любые переговоры, на любое сотрудничество. Да, на любое взаимодействие с этими государствами, с правительствами этих стран, с политиками, с чиновниками. Но мы к этому готовы. YouTube уже тогда начали топтать. Это Вайджитский не просто так выступило с данным заявлением. Ей деваться некуда. К тому же YouTube, надо понимать, это огромная, серьезная структура. Огромная, серьезная организация, в которой работают сотни, тысячи людей, на которую, в общем, не так сложно повлиять. Потому что все равно весь YouTube это люди. Чего не скажешь о Телеграме. Телеграм это один дурак. И договарив тут его просто так, как YouTube на него не надавит. Да, тут надо давить на Дурова. И с Дуровом очень давно водили хороводы, говорили, слушай, Дуров, ну вот давай, давай, как-то вот ты нам дай-ка эти ключи для дешифровки, предоставь их, помните, были такие разговоры. А ты дай-ка нам цензурировать твою платформу, площадку. Такие разговоры тоже были, и они тоже возникли не вчера, а просто закончилось то, чем закончилось. Я не думаю, что это решение было принято конкретно французам. Я думаю, что это коллегиальное решение принято в лучшем случае правителями крупнейших стран Евросоюза. Ну а скорее всего и с американцами тоже посоветовались. Потому что обратите внимание, например, на поведение Илона Маска. Который на первых порах, в воскресенье, начал прям заступаться, посты в защиту этого Дурова писать. Но уже к вечеру хэштег Телеграм, который также был направлен в защиту этого Дурова, начал в его сетях, в сетях Илона Маска блокироваться. О чем жаловались пользователи еще раз. Я говорю, надо понимать, что это все равно бы случилось. Государства, вообще любые государства, все политики всего мира, они хотят монополий на информацию. И они не хотят, чтобы какой-то Дуров за них все решал, чтобы какой-то Дуров воздействовал на Маса. Или там кто угодно, да, какая-то Сьюзан Вайджинский. Или какой-то Ассан. Вот опять же, если на конкретном примере, давайте попробую привести вам еще один конкретный пример. Алексей Анатольевич Навальный, давайте его вспомним, да. Небезызвестный тут, надо сказать, признанный агентом, экстремистом, террористом. Вспомните, в какой момент на него начались гонения и почему. Только не надо мне говорить, потому что он занимался политикой. Вот Полин не полез бы, не стал бы критиковать Путина. Никто бы его ни хрена не трогал. Да фиг вы угадали. Потому что, например, политики в России есть и сегодня, которые критикуют Путина. Та же, пожалуйста, Дунцова. До сих пор продолжает жить в России, носится там с этой своей партией в рассвет. Я так периодически почитываю, что там она в Телеграме пишет. Навесили ей руки на агентов, так сказать, признана Дунцова и на агентом. Ну и все спокойно себе занимается. Никто ее не трогает больше. Почему? Да потому что она никому не интересна. Потому что аудитория, с которой она работает, слишком мала для федерального уровня. Вот и Навального экстремиста, террориста и на агента не трогали до определенного момента. Пока его знали только в рамках Садового кольца. За пределами Садового кольца, за пределами Москвы. Фамилия этого человека была мало кому известна. Ну, у него были, конечно, какие-то сторонники и в других российских городах. Ну, в общем, это был такой московский политик. Поэтому особых проблем он для кремля не создавал. Да, собирал там какие-то митинги. Да, участвовал в каких-то выборах. Да, кричал какие-то, может быть, не очень приятные лозунги. Выходил на болотную. Даже пытался возглавить протест. Но больших проблем он политикам не создавал. Все началось где-то году в 16-17, когда умные люди посоветовали Алексею Анатольевичу. Сказали, а ты создай какую-то медийную структуру. Мощную медийную структуру, и он ее создал. Вы помните, это был такой период взлета, когда 16-17 год, когда они начали создавать YouTube-каналы, несколько YouTube-каналов. Когда они начали работать активно в соцсетях. У них практически у каждого из членов его команды были какие-то свои телеграм-страницы. Были страницы в других соцсетях, в том числе и иностранных. Живым журналом они по-прежнему. В какой-то момент вот эта вот медиа-структура, этот медиа-монстр разросся до таких размеров, что они начали создавать реальную конкуренцию государственным сни. А как мне кажется, не ошибусь, если скажу, то государственные сни российские, путинские, они вообще обошли на повороте. Ну, вспомните, да, там, 20, 30, 50, 100 миллионов просмотров на одном ролике. Да первый канал о таком даже мечтать не мог. Несмотря на то, что в первый канал вламывались миллиарды. Миллиарды рублей ежегодно. Они даже примерно не могли похвастаться таким охватом. А этот рост. И с каждым его расследованием, да, его аудитория росла и росла все больше. Он действительно начал воздействовать на умы, да. И вот про эти миллионы-то я говорю, это только вот в прямую. То, что он собирал на своих медиа-ресурсах, а мы ведь помним, как на все эти расследования реагировала благосфера. Он, по сути, они создавали информповод. И это потом обсуждала вся русская язык, даже не российская, а русскоязычная благосфера в течение нескольких дней, а то и недели. Это было в топах, в трендах. И, конечно, вот в этот момент власти почувствовали опасность. Конечно, властям и не захотелось, чтобы какой-то чувак, да, который вот просто начал воздействовать на умы электората. Они же нас воспринимают, граждан, как электорат. Начал вкладывать им в голову посредством своих медиа-ресурсов какие-то мысли. Тогда на него начались гонения. Вот что вызвало опасения. Еще раз говорю. Государства в политике считают, что только они вправе воздействовать на умы людей. А тут появляется какой-то дурак. И действительно, дела до него не было, пока его телеграмм был таким региональным. Мессенджером региональным имеется в виду в рамках России. И то тут очень небольшое количество людей им пользовалось. То есть, ну, там 20-30 миллионов в международном уровне – это фигня. Но сегодня, когда за два последних года этот телеграмм действительно превратился в медийного монстра, и он находится в частных руках, там, по разным сведениям, да, уже там они прошли отметку в 800 миллионов пользователей, там, к миллиарду приближаются. Слушайте, это очень серьезная цифра. Это очень серьезная цифра. У тебя миллиард пользователей. На планете, где, ну, 8 миллиардов населения, и половину из которых можно смело выкинуть. И не считать за население, потому что, ну, страны, там, Африки, да, они понятия не имеют о существовании. Вообще интернет это, я думаю, не то, что телеграмма. Северная Корея – та же история. Страны Ближнего Востока, им там тоже не до интернетов и телеграмм. То есть половину населения можно смело откинуть в сторону. Вот из 4 миллиардов, да, оставшихся почти миллиард пользуются телеграммой. Это колоссальная, колоссальная просто аудитория. Она сосредоточена в руках одного человека, который, если завтра, да, захочет вдруг, он включит этот свой ресурс и снесет любой режим в любой стране. Ну, кому это надо? Еще раз, монополия на информацию. Вот что интересует политика всего мира. Поэтому это будет продолжаться. Вот, кстати, вчера где-то я читал как раз, будете смеяться пропагандистское РТ, которое написали, что, по всей видимости, следующим будет Илон Маск со своей вот этой вот соцсетью Икс, бывший Твиттер, по-моему, тут тоже надо сказать. Могу ошибиться, но, по-моему, Твиттер тоже признан экстремистской организацией, в нашей стране запрещен в Российской Федерации. На всякий случай мне это надо говорить, потому что у меня официально зарегистрированы СМИ. Поэтому, вы знаете, я склонен в это верить. Потому что, еще раз, власти не хотят, чтобы кто-то имел у себя в руках вот эту вот бомбу. А потом, не забывайте, оно ведь и правда не просто в образном смысле стало бомбой, ведь уже и в открытом доступе все есть. И с российского военкора уже сказали, что в том числе и военнослужащие начали этим телеграммом пользоваться для передачи каких-то сообщений, для передачи каких-то разведданных, для наведения орудий на противника, для корректировки тех же беспилотников. Почему? Потому что сообщения там еще идут и в зашифрованном виде. То есть, это такая офигительная шифровальная машина, которую еще и военные научились пользоваться. Представьте, такая бы была там период Второй мировой войны, 1939-1945 год.